Приветствую, с вами Аполлинария, и сегодня из самого большого поселка Крыма. Поселок называется Приморский. Я заметила, что во многих фильмах, сериалах таким именем называют город, где проходит место действий. И вот, возможно, именно этот поселочек стал главным прототипом. Он похож на небольшой городок, действительно. Здесь более 12 тысяч жителей, немного достопримечательностей. Главное из них это вот море и песчаные пляжи. Я приехала из Феодосии по Керченскому шоссе. Вот уже начинается поселок Приморский. А с другой стороны береговое. И они соединяются вот там песчаным пляжем, огромным-огромным длинным берегом. Если ехать в сторону Приморского, в сторону города Керчь, слева будет лиманное солёное озеро Аджиголь. Оно лечебное, его грязь лечебная. Крым же славится у нас также грязелечением. Но, говорят, бесхозяйственность человека сделала злую шутку. То ли сбросы какие-то производятся. Ну что, я слышала, что не совсем уже безопасно здесь принимать грязевые ванны. А ещё на это озеро прилетают лебеди из Феодосии. Озеро Аджиголь лиманное, как и многие целебные солёные озёра Крыма. И возникло оно после отделения кусочка Феодосийского залива полоской суши. Когда строители вот это шоссе, по которому сейчас там мчатся автомобили, Керченское шоссе, строили, они и отделили, получается, море. А раньше это озеро природным способом сообщалось с Феодосийским заливом. Приморский у нас находится на самой тонкой части Акманайского перешейка. Вот здесь, получается, этот перешейк соединяет Керченский полуостров с основной частью Крыма, а также разделяет Чёрное и Азовское море. Это я проезжаю песчаные пляжи Приморского. Вот Приморский только начался. Впереди виден частный сектор, такие мини-гостиницы. Говорят, здесь недорого снять жильё. Феодосия всего в 14 километрах. Вот такая береговая полоса. Смотрите, сейчас уже по вот этой дороге проезжают далеко не все туристы, потому что слева от нас там идёт Таврида. Всё пролетают мимо просто уже отдыхающие. И только кто едет сюда на Феодосию, либо конкретно в Приморский, знают, что сюда стоит заскочить. Здесь тихий отдых, отличные пляжи. Местность в посёлке абсолютно ровная. Это же Восточный Крым. И такое многообразие построек. Здесь есть и современные домики. И вон старые с черепичной крышей, маленькие. Вот с шиферной крышей. И вот такие новые гостиницы. Начать, конечно, хочу с главной достопримечательности здешних мест, коих здесь немного. Но море и песчаные пляжи – это главное чудо природы Приморского. Ой, какой запах моря вкуснейший! Посмотрите, какие маленькие остались зонтики. Всё засыпало штормами, похоже. Занесло. Инфраструктура дожидается туристов. Можно только представить, какие тут вкусные шашлыки, чебуреки. И вот он, золотой пляж Феодосии. Золотые пески. Феодосия у нас вот там. Всего в 14 километрах от Приморского. Чудесное море, чудесный пологий берег. А вот за этими валунами начинается новая набережная, которую отгрохали в 2020 году. В окрестностях Феодосии совсем не обычный песок. Это не просто песчинки, это примесь чудесных ракушек, в которых так хочется зарыться, копаться, отыскать какую-нибудь самую красивую, растащить на сувениры все эти створочки. Посмотрите, какое богатство. Представляете, дети тут в каком восторге. Просто от этих берегов. Вот такая мощь стихии. Размывает штормами, подмывает, особенно зимой. И дорогу защитили булыжниками. Вот почему они здесь валяются. Особо сильные волны могут даже выплескиваться все равно через них на дорогу. Ну вот и я слышала, что как раз по этой причине стали делать такую капитальную набережную в Приморском. И вот, собственно говоря, недавно ее завершили. Уже пару сезонов ее опробовали туристы. То есть изначально она даже не как прогулочный променад возникла, а как такое укрепление берега. То есть совместили приятное с полезным. Вот идем как раз посмотреть на нее. Тут номер, кстати, можно снять прям вот с выходом на набережную. Тут и кафе, но там подальше и мини-гостиница. А как же попасть на новую набережную? Мне же нужно вам ее показать. Вот с видом на набережную и на море. Несколько таких гостиниц. Ну тут даже если не на первой линии брать, далеко к морю ходить не придется. Поселочек протяженностью 6,5 километров. Весь вдоль дороги, вдоль пляжей. В общем так, вот это вот все набережная, берегоукрепительные сооружения, волнорезы, отчистные сооружения, насыпной пляж. Все это обошлось в 317 миллионов рублей. Зимой тут прогуливаются немногочисленные туристы, но подышать морем просто прелесть. Они, скорее всего, либо местные, либо приезжают из соседней Феодосии. Кто был здесь, кто любит Приморский, напишите, пожалуйста, его главные преимущества. Либо минусы, если вам тут совсем не понравилось. Вот, смотрим, есть замечательные такие пандусы, удобный спуск. Но щебень, конечно, крупный очень, не обкатался за полтора годика еще пока что. Поэтому лучше на песчаные пляжи тут выходить. Огромнейший широкий променад. Совершенно пока не застроен никакими шалманами. С одной стороны, может, даже есть в этом какой-то минус. Вот так идешь, хочется либо какого-то тенечка, либо купить какого-то мороженого, холодные водички. А нет, нужно идти в самый конец. Там начинается участок, называется Старая набережная. И тенечка пока здесь нет никакого от слова совсем. Зато есть фонари, которые светят ночью. Красивые лавки, урны. Тут попытались что-то изобразить насчет озеленения. По-моему, это такие небольшие туи. Но как-то они тут, кажется, не приживаются. Вот выглядят суховатыми. Если не сказать, засохшими. Долго ли, коротко ли. И мы с вами пришли уже к Старой набережной. А вот слева поблескивают купола Никольской церкви. Своё современное название Приморский получил в 1952 году. А до этого назывался Южная точка с 1938 года. Когда здесь решили основать сюда строительный завод, который сейчас называется Море. И вот эта самая Южная точка объединила в себе два населенных пункта. Один населенный пункт назывался Хафуз, а другой – ближние Камыши. Я решила по ступенечкам всё-таки подняться к церкви. Церковь необычно расположена. Почти возле самого моря. Я случайно на митинг попала. Это, наверное, в честь поддержки Донецка. Возле церкви проходит. Да, в поддержку ДНР, ЛНР. Восемь лет. Понимаете? Это 4 миллиона человек. 800 тысяч из них – это граждане России. И смотрите, вот так выглядит старая набережная. И пока ещё совсем свободная, новая, без шалманов. Вот эту церковь здесь возвели в 2008 году. Она новая совсем. Очень красивая. Находится в окружении зелёного сквера. Тут даже немножко есть хвойных деревьев. Старая плиточка выложена. Кусочками как-то тут уже поновее. Но она такая немножко танцующая. Тут какая-то летняя инфраструктура закрытая. Ой, смотрите, пляж. И тут же, вот уже на первом этаже жилого здания, магазины. Всё под рукой. А из развлечений здесь больше всего пользуются спросом. Та-дам! Как вы думаете, что? Морские прогулки в судак, на кородак. Прогулочки, конечно же, экскурсии в Феодосию. Потому что здесь только море, солнце, песок. Старая набережная. Зонтики тут прислонили. К стеночке, чтобы не унесло. Чайки сегодня тут кружатся, кружатся. Сам посёлок протяжённостью 6,5 километров. И всё это пляжи, пляжи. И как бы заборов я особо не встретила, которые преграждали бы путь к морю. Вот ещё в чём плюс. В отличие от какого-нибудь южного берега, где там будешь идти и так упираться в эти заборы, что просто покупаться будет негде, скорее всего. Плюс масштабного восточного Крыма. Так мне это нравится, что тут, конечно, такие расстояния, такие масштабы. В той части, где набережная старая, и где многоэтажные жилые дома. Пляж мелкогалечный. Только вот где-то повымывала немножко песочку. О, да это щебень, который недавно совсем обкатался. Он такой пятнистый, симпатичный. Вдали интересный причал. И стоят какие-то суда. Хочу показать вам ещё судостроительный завод. Ох, и шторма порезвились этой зимой. Даже раздевалку засыпала. Вот самое не балуйся. Такой тут раритет. Старой части набережной. Улица Советская. Двухэтажные здания многоквартирные. Так там впереди вижу вечный огонь. В сквере рядом с храмом. Обратите внимание, дорожки совершенно новые. Забетонировали. Мини-гостиница для отдыхающих. Вот плющом заросла гостишка. А вот вечно зелёные плоховато тут прижились. Наверное, климат всё-таки более для лиственных культур подходит. Вот спасибо вам, мои позитивные мотиваторы. Когда бы я ещё сюда добралась? Без своего ютуб-канала? Да зачем мне? А кто знает, что вот это за замок? Его только недавно маскировочной или строительной сеткой обнесли. У самого начала набережной есть памятник воинам Красной армии и флота, погибшим в Великую Отечественную войну, в боях за Феодосию, за деревню Дальние Камыши. На плитах их имена и звания. Вот такой обелиск славы. Подвиг ваш был беспримерен, суров и прекрасен памятью вечно ему. Мирное небо над нами. Хоть бы это мирное небо так над нами и оставалось. А куда это я всё иду и иду? А хочу вам на контрасте показать, как меняется советский посёлок. Смотрите, под мои ноги, под ваши тоже, вы же со мной гуляете. Какая здесь плитка. Вот так сейчас вот-вот мы шагнём с вами из былой эпохи в новую. Вот такая новая тут площадь. Наверное, это площадь Ленина, потому что где-то он тут стоит. Что тут есть? Во-первых, всё то же море в шаговой доступности, где бы вы ни были. Тут два символа морских. Два якоря. Лесенка с пандусами. Спуск на причал. На старую набережную. А здесь вот это, наверное, дом культуры, если не ошибаюсь. И вот такая новая площадь. Вот гуляют с детьми, с колясками. Новое освещение. Новые урны. Вот такие точечные преображения наших посёлков. Но какие важные, какие нужные. Тут у нас на первом этаже детская поликлиника. Ещё я проезжала, здесь есть какой-то морской технический колледж. А продолжение следует. Улица Набережная 6. Здесь вырвали с корнем, как больной зуб. Бордюрные камни будут делать новые тротуары, новые дороги. Совсем недалеко от судостроительного завода моря есть старый, убитый, несчастный, уставший стадион Альбатрос. Вот так он выглядит. Я ещё думаю, что это на карте такое. Гигантское обозначено. Мягкое прорезиненное покрытие. В общем, всё старое. Старые трибуны. Ржавые, старые. Выцвевшая трава. Старые ворота. Даже камышами порос этот стадион. Что бы вы думали, сейчас стало известно, что в этом году из республиканского бюджета выделят средства на реконструкцию стадиона. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Её подготовят уже к марту. И всё. Возьмутся за стадион. Потому что, оказывается, посёлок Приморский славится какими-то своими спортивными школами. Пауэрлифтерами, которые занимают тут просто места первые на чемпионатах мира и республиканских. А я же веду вас к заводу моря. И тут есть такой интересный памятник. Вот она, гордость посёлка Приморский, судостроительный завод моря. У него даже есть свой сайт, поэтому много информации вам не смогу дать. Вы можете ознакомиться. Какие только суда тут не строили. Какие только катера. Каким только странам не выполняли заказы. А вот это, кстати, монумент в честь 80-летия строительства завода моря. Напомню вам, что заложили его в 1938 году. Этот завод. Вот такая достопримечательность в Приморском. Ну, прекрасно же. Не каждый посёлок, не каждый город такими памятниками славится. И кометы тут делали на всяких подводных крыльях. И военные корабли. И сейчас, как я поняла, какая-то модернизация происходит. Ну, конечно же, за прошлые годы оборудование устало. В общем, надо почитать. Потому что на сайте я не нашла информацию, что строят сейчас. То есть, там как написано, что все страницы в разработке. Спасибо большое-большое за ваши лайки, за комментарии. Благодарю моих донатеров. Виктора Москвина. Леонида Андреевича А. Андрея Орлова из Архангельска. Всеволода Гриневского. Спасибо всем большое. До новых встреч из новых мест Крыма. Крым не заканчивается. Это просто удивительно и поразительно.